И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ, и сегодня наша программа со странным, неожиданным, но очень интересным названием «Институция». Я еще не успела до конца освоить, поэтому наши гости сегодня мне помогут в этом разбираться. Юрий Чудновский, Сергей Датюк, Тарас Бебешко, Владимир Никитин сегодня у нас в студии. И снова здравствуйте! Рады вас видеть. Давайте все-таки коротко напомним нашим зрителям, что такое «Институция» на всякий случай, чтобы они все-таки уже безошибочно понимали, о чем идет речь. Ну, если совсем просто и коротко, то «Институция» — это иная конституция для Украины. Это проект, сделанный группой разработчиков, который мы представляли в прошлый раз. Объединена эта группа разработчиков представлением о том, что любые изменения в действующую конституцию не приведут к желаемым результатам. Нужна новая, иная конституция, которая заложит иные основания нашего общежития в этой стране, систем управления и отношений между людьми. В прошлый раз мы рассказывали об общих подходах к этому, к формированию этой иной, иного сообщества украинского сообщества. И в этот раз мы будем, начиная с этого раза, мы будем представлять не цитаты из проекта «Конституция», а те инновации, которые вошли и создали ее костяк. Мы будем представлять иную конституцию через инновации. Инновации мы любим, знаем, неоднократно о них говорили, поэтому начинайте, пожалуйста, с любой инновации, которая вам больше нравится. Ну, прежде всего, мы решили отойти до традиционного подхода, который до сих пор существовал в отношении Конституции, когда они принимались в процессе кризиса. И казалось, что вот он, как бы, кризис, который привел к Конституции, которая все поменяла, и теперь отсюда и в вечность мы будем жить вот хорошо. Потому что Конституция, она решила все вопросы. И как-то так получалось, что эти Конституции принимались, и потом они действительно были таким незыблемым фундаментом, в который можно было вносить изменения, поправки, но которые в сущностном плане уже даже менять как-то не хотелось. И до сих пор мы имеем Конституции, как бы, лидеров или, скажем так, примеров тех, кто принимали, которые в неизменном виде просуществовали, ну, там, несколько сотен лет, и туда внезлили столько правки. Кроме британцев, пожалуй. У них Конституция. У которых вообще нет Конституции, и в этом смысле, как бы, они не могут служить примером. То, что мы предъявили, возникло в процессе работы над общественным договором. Там, в процессе работы на этом договоре, среди широкого, узкого или узко-широкого круга участников, мы договорились о том, что эта Конституция будет временной, переходной. Не потому, что она плохая, а потому, что мир стал меняться столь стремительно. В каком-то смысле мы отстали от этих изменений настолько основательно, что мы не можем этот разрыв перепрыгнуть в один раз. То есть представления наши, а даже в ближайшем будущем, настолько ушли вперед, что в один документ мы не можем перепрыгнуть этот разрыв. Не то, что мы, мы можем выписать. Но социальная ткань устроена таким образом, что она достаточно инертна. Чтобы даже сделать второй шаг, вы должны сделать не просто первый шаг, а вы должны сделать так, чтобы этот первый шаг был обжит. Он вошел в социальную ткань. Он породил множество ритуалов, привычек, оценок, критику. И предуготовил этот второй шаг. Поэтому в этой конституции, институции, которую мы предлагаем, есть два места с похожим названием переходные положения. Есть переходные положения, которые традиционны для любой конституции. Это переходные положения от сегодняшней конституции к следующей конституции, то есть ту, которую мы обсуждаем. И есть вторые переходные положения, которые показывают, что после этой конституции есть направление, подходы, принципы, видения, которые будут в следующей конституции. Зачем это сделано? Вроде как это выступает как фантазия. Там тоже дано такое приблизительное обоснование. Во-первых, для того, чтобы было представление, куда наша мысль должна двигаться. Во-вторых, чтобы даже когда мы пытаемся обсуждать какие-то вещи на политическом уровне, в судовых процессах, на уровне организации социальных систем, мы видели те горизонты правовые, нормативные, куда мы двигаемся, с тем, чтобы мы уже могли разворачивать нашу социальную практику под направлением этим горизонтом. И в этом смысле вот этот вот подход, он является принципиальным. Почему? Дело в том, что мы за последние десятилетия перешли в принципиально новое качество мира, о котором часто говорит Владимир Африканович, мы стали жить в быстрое время. То есть изменения наступают настолько быстро, а эмоциональные изменения происходят настолько медленно, что этот вот разрыв, он нарастает не только у нас, он вообще повсеместно нарастает. И мы хотели бы как бы войти в это время быстро вот таким вот образом. То есть меняя конструкцию, делая динамичным. Тут есть несколько важных моментов. Ну, по предыдущим фразам, представление о быстром времени резко все превращает в актуальность. Все меняется, все надо обсуждать, все актуальное. И уходит важное, потому что важное живет в медленном времени. И для того, чтобы управлять, надо иметь как минимум два времени. Медленное время важного и работа с быстрым актуальным. Но не про это. Прежде чем делать первый, второй и третий шаг, которые связаны с социальностью, с правом и так далее, нужно сделать решительный прыжок в изменении сознания и отношений. В прошлый раз мы рассказывали байку о том, как англосаксонский мир стал ведущим в глобальном мире за счет того, что религиозную католическую картину мира заменили на протестантско-научную. И говорили, что Украина, как и другие страны, сейчас имеет шанс выйти на какие-то свои передовые позиции, если будут участвовать в смене картины мира. Вот это англосаксонского заменят на другую. Наш общественный договор, о котором говорил Сережа, с которым мы возились несколько лет, понимая его основания и так далее, разработан уже в других представлениях о мире, чем те, которые были в конституциях. И прежде всего для нас важно, как мы понимаем Украину. Мы Украину понимаем не только как территорию, народ и язык, а как смысл, как украинство. И исходя и договариваемся по поводу этого смысла, а не по поводу территорий, языка и идентичности. И это вот принципиальная смена. Мы исходим из смысла общежития. И вот эти новации все задают другой смысл общежития. Но надо понять, что сама Украина есть смысл. Украинство. И в этом плане, иной смысл нашей институции, он снимает вопрос догоняния. Да, вот Сергей был сказал по поводу того, что мы отстали. Еще в святом письме было сказано по поводу. И последние станут первыми. Мы находимся в той ситуации, когда наша система, наша организация общежития настолько разбалансирована, да, и представляет собой такой вот бульон кипящий. В отличие от западной и других цивилизаций, которые достаточно закостенелы. И поменять что-то в середине практически очень сложно. Они следуют проторенной дорогой, и внедрение инноваций в тех условиях значительно более осложнены. Поэтому стоит вопрос даже не о догонянии, а о выходе в другое пространство. О выходе в другую плоскость. То есть когда мы априорно понимаем, что конституция это не есть раз и навсегда заданные основания и условия общежития. Все настолько ужасно, что нам можно все. Да, на самом деле да. И ужасно не только у нас. И ужасно со всех сторон. И с экономической, и социальной, и с экологической. Со всех сторон. То есть в глобальном кризисе. Макрон четко это сформулировал, только не решился в указании выхода выйти из оснований. Про то, что эти основания... Именно потому, о чем говорит Тарас. Поскольку для западного развитого мира это гораздо сложнее, чем для разбалансированного украинского мира. Логичный путь для того мира это упрочить старые основы. Попытаться их как-то укрепить путем ограничения мышления, путем ограничения образования, доступа к информации, закармливания людей. Точно так же, как был решен последний финансовый кризис. Экономика просто была закормлена дополнительными финансовыми влияниями. Какова ирония истории? Страна, которая породила революционность, революционное представление, революционную конституцию, теперь сползла на позиции архаичности. Она понимает, что она на этих позициях. Вы о Франции сейчас говорите? Я о Франции. Они отлично это понимают. Мне ничего не могут сделать. Ничего. Они понимают, но понимают, что ни шага сделать не могут. Подождите, для меня знаете, что непонятно во всей этой истории? Почему вы совершенно что-то далекое для многих украинцев, ну простите, даже эфемерное, существующее, если хотите, вообще в каком-то параллельном пространстве, и даже не слово, а значение конституции, связываете напрямую с рывком страны? Общество. Общество. С рыбком общества. Да. Поскольку мы уже много раз об этом говорили, Раскрытие общественного потенциала, украинства, Украины или любого другого сообщества связано в первую очередь с пониманием ответа на вопрос, о котором мы говорили. Зачем и как мы живем вместе? Этот ответ на вопрос раскрывает потенциал во всем его многообразии, в экономических. Если мы не понимаем ответа на этот вопрос, мы будем друг с другом воевать за доминацию я главный или вы главный? Моя. Ну а что сегодня все еще не конститут? И теперь мы подходим к самому важному. Не к самому важному, а к первой инновации. Первая инновация состоит в том, что наша конституция акцентирована или сфокусирована не на понятии народ, а на понятии гражданин. Поскольку понятие народ позволяет настолько широкий спектр спекуляций, такой широкий диапазон возможности использования этого понятия в целях и в интересах любых групп, я могу заявить, что я говорю от имени народа, еще кто-то, любой из нас может говорить, кто такой народ, не знает никто. В то время как конкретный гражданин со своими болями, интересами, это вполне ясная и понятная точка отсчета для построения наших общественных отношений. И с юридической точки зрения в том числе. Это очень конкретное. Да. Здесь недопустимы, невозможны манипуляции, поскольку если мне начнут рассказывать, в чем мои интересы, то я, персонально я, буду сопротивляться манипуляциям моим мнениям. Чуть-чуть на полшага назад, к тому, что сказал Юра, определение путей развития не значит, вот то, о чем мы говорим и на институции, и о таком подходе, не значит, что он единственно возможный или единственно правильный. Вот когда кто-то начинает говорить, что это единственно возможно и единственно правильный, знайте, что вами манипулируют. Это однозначно. Это один из путей. Мы можем, и это очень важно, в том числе сошито в структуру нашей институции, то, что рассматривает такой путь. Мы также относимся к другим выборам и относимся с позицией, как Юра сказал, гражданина и интереса гражданина в отношении к другим выборам, которые есть вне Украины. Вот смотрите, мы уже много раз говорили, да, что такое общенародная собственность, понять не может никто. сколько ее, какая она, что значит она мне принадлежит. А главное, как ее пощупать, может себе забрать кусочек можно. И поэтому в этой конституции вводится понятие совладения, про которое мы в предыдущем… Вашей институции. В институции вводится понятие совладения, про которое мы говорили в предыдущих циклах. Это означает, что за мной закреплено право и обязанность владеть одной, ну по разным оценкам, 40-миллионной долей всеобщего достояния. А значит, я как владелец могу и имею право знать, чем я владею. А это означает то, о чем мы говорили. Необходима инвентаризация того, чем мы владеем. Мы должны знать как совладельцы, имеем право знать. Ну вот мы немножко забегаем как бы вперед. Мы сейчас по инновациям движемся. Но я вернусь к гражданину и связанную с ним и предыдущую. Если мы понимаем Украину как смысл, то и базовые единицы Украины – это смысловые целые. Район, город не являются смысловыми целыми. Город? В том понятии, как есть городская, город не является. Поговорим отдельно. Вот жаль, при этом я не буду присутствовать, и вы тоже. Да. Там разделить Киев на районы – это не значит разделить на смысловые единицы. Это значит разрезать его на фрагменты. Вся страна в нашем административно-территориальном делении разрезана по разным основаниям на фрагменты. Расчленована. Расчленована. Мы же в качестве единицы берем громаду. Громаду как смысловое договорное объединение. И Украина как смысл состоит из осмысленных групп граждан, объединившихся в громады. И это очень важное развлечение с тем, что существует в современном законодательстве, когда термином громада был подменен термин «территориальная громада». Смысловых громад их очень активно выдавливают из нашего общежития, пытаясь завязать и еще раз расчленовать. В принципе, такое расчленование началось еще в советские времена, когда линии областей, районов и т.д. арестовались достаточно волонтаристским методом, иногда специально закладывая конфликты внутри территориального устройства. Сейчас, привязывая к этим конфликтам еще раз громады, мы получаем большие проблемы, которые еще могут в дальнейшем со временем привести к осложнениям. Причем, за этими понятиями они столь важны, как для, скажем, юристов, а важно то, что они за собой имеют целый дискуссивный ряд. То есть, ряд связанных с ним слов, понятий, определений. За народом стоит демократия. Только я утверждаю, никакой демократии в нашей Конституции нет. Народ, то, что традиционно отчуждено от власти. В Конституции нет власти. Более того, когда ты рождаешься, ты попадаешь уже в народ, и тебе говорят, это историческая общность. Громада – это то, что я выбираю сегодня, сейчас для себя, своей активной позиции, своим участием. Или пассивная позиция. Или пассивная позиция. Нет. Пассивная позиция может быть внутри народа. В громаду вы при пассивной позиции не войдете никак. Так, подождите, так что полстраны у нас не будут входить тогда в громаду? Это большая часть страны? Скажем так, не все сразу войдут в громады, но войдут. А куда они денутся? Я по большинству. Тут тонкость, на которую надо обратить внимание. Что значит войдут в громаду? Будут пользоваться благами громады или будут участвовать в соуправлении делами громады? И то, и то. Я хочу и то, и то. Так вот, будучи пассивным или пассивной, вы будете пользоваться благами громады, но не сможете участвовать в ее управлении. Это почему? В силу своей пассивности. Что вы не хотите? Это почему это? Это дает возможность вам не участвовать. А почему она должна быть активной? Не хотите, живите как хотите, вам все предоставят. Но вам не предоставят возможности решать проекты и программы, которые делают активные люди. Не так. Предоставят возможность участвовать, но в силу своей пассивности, если вы примете решение не участвовать в управлении, то вы имеете на это полное право и все возможности, не снижая своего уровня социального статуса. А что такое активные люди? Секундочку, секундочку. Да. Да. Мы дойдем до этого. Не все войдут сразу в громады. Это мы сказали, это переходной период. Но базовым инструментом вхождения в громады будет образование. Содержание образования не в том, что… В вашем понимании или в стандартах? В моем понимании. В широком смысле. В широком смысле. Это не напихивание людей знаниями о физике, биологии и так далее. Да. Это осмысленное участие в общественной и собственной жизни. И напомним смысл понятия идиот. Это человек, исключенный или исключивший себя из участия в социальной жизни. Политическое или социальное? Социальное. Социальное. Поэтому эта позиция гражданина и члена громады будет становиться у вас по мере того, как вы входите в образование. Вы образовываете себя и образовываете громаду и через это образовываете страну. Образование – это активный процесс строительства. Треобразование. Два у меня вопроса. Что такое, если вы активны? Вот я хочу знать, что это такое. И что такое вот вы себя образовываете? Я тоже вот хочу это понять. Что, я книжки читаю? Или я размышляю? Или я в университет хожу? Нет. Образование не сводится. Тем более сегодня. Это уже, слава Богу, принято на высоких уровнях экспертов. Образование не дается в учебных заведениях. Оно дается в образовательных средах. Город является одной из образовательных сред, в котором могут быть ячейки разных организованностей. Мы входим в новый мир, в котором по-другому устроено вхождение людей в этот мир через образование, чем это было тогда, когда возникли университеты в XI веке, становилась городская цивилизация и научная картина мира. Нельзя новую картину строить, основываясь на старых. Многое будет заимствовано, но совсем в другом контексте и в другом виде. Раньше были выделенные среды, такие как школы, университеты и так далее. А сейчас таких сред стало больше. Более того, они стали сложнее по своему устройству. Более того, они стали доступнее, потому что появились инструменты для их доступности. И все вот эти изменения не предваряя то, что микросреды становятся подлинными источниками образования. Активность – это способ вашего поведения в этих средах. Если у вас есть намерение внести свое содержание, свой смысл, то вы это сделаете. Но это вы должны уметь. Это умение каким-то образом отслеживается. И те люди, которые могут… Ведь у нас априори считается, что мы взяли депутатов, и они все умеют делать законы. Ну мы-то знаем, что депутатов. Кем это считается между прочим? Люд, вот так был устроен народ. Ты был организован, раз в пять лет ходил на выборы, и на этом твоя народность заканчивалась. Потому что ты власть делегировал. Громада устроена иначе. Она организована, во-первых, на двух уровнях. Громада и республика. Республика – это громада-громад. А второй вопрос, что ты не выбираешь раз в пять лет, а ты постоянно участвуешь. Ты принимаешь решения по поводу этой территории, этих проектов на этой территории, этих каких-то заводов, фабрик частных, которые здесь и что-то творят. Вам надо принимать решения. Какие-то проекты совместные. Тебе постоянно-постоянно надо принимать решения. Это уже не народ, это громада. В то время, как ты принимаешь это участие в конкретных совершенно проектах, программах, организованностях и даже индивидуальных или микроследовательных мероприятиях, ты включаешься в эту громаду. И только так ты включаешься. Это не значит, что ты постоянно занимаешься как депутат этой деятельностью. Ты участвуешь в тех вопросах, которые тебя интересуют и которых ты можешь высказать. И в рамках своей компетенции. В рамках компетенции. Вся фишка в том, что сам ты включиться можешь в этот процесс в любой момент. У тебя не обязательно находиться в этом процессе управления. То есть есть доступ и возможность включиться в любой момент. Кроме совладения, о котором говорил Юра, есть еще соуправление. То есть нет делегирования на всех. Я просто подчеркнул, что вот эти слова, совладение и соуправление являются важнейшими инновациями этой Конституции. Мы так и идем сейчас по инновациям. Вот эти два слова являют собой фундамент, на котором строится все остальное. А есть еще связанные с ними, которые в Конституции не прописаны. Например, соуправление и совладение требуют периодически, но постоянной коммуникации. Соприсутствие. Чего в Конституции не выписывается. Но что неизбежно потянет за собой осуществление таких вещей, которые тоже разработаны уже. Как делиберативный процесс. Вот эта вот коммуникация по поводу совместности. И вот эта картина вся, а также необходимость постоянной соорганизации и реорганизации. Что сопровождает эти процессы, но непосредственно Конституции тоже не очень описано. То есть как бы вместе с этими процессами существует целый ряд других, которые требуют нашей активности. Который выводит весь процесс и статики, зафиксированные один раз и навсегда, в постоянную динамику, в постоянную коммуникацию по поводу, вот то, о чем мы говорили, по поводу организации общественного общежития. И в этом плане вот та конституция, которую мы написали, если возвращаться к классикам, которые давали определение, не демократично. Более того. Так, подождите, это интересно. Да, не демократично. Демократия это абсолютно конкретно форма управления. Более того, как мы уже в предыдущем цикле объясняли, обманным образом проникшая в нашу жизнь. Потому что в оригинале, как бы подлинной, настоящей формой была полития. Мы пытаемся построить политию. И, кстати, полития, которая имеет в своем основании корень пола, да? Поли. Пола. Множество. Множество. Может быть переведен на украинский язык, как громада. То есть, вот именно использование громад, как аналог неких множеств и взаимодействия множеств. И их постоянная динамика и составляет политию, в которой присущи и совладение, и соуправление. Чего не присуще никогда демократия. Причем, принципиальный вопрос в демократии, это что мы делегируем власть. В этой конституции мы отказались от понятия власти. И каленым железом выковырили каждое его упоминание. Нет, у вас есть управление. Я просто хочу зафиксировать то, что сказал Тарас в словах. От демократической республики мы переходим к республике громад. Это содержательно очень резкое разделение. Давайте об этом поподробнее, потому что я запуталась совершенно. Во-первых, почему она антидемократична? Антидемократична, до свидания, мы хотим демократичных всех процедур. Во-вторых, давайте вернемся к тому, что такое... Макрон сказал, что надо пересматривать демократию. Давайте тут один тезис в отношении активности, про которую вы спрашивали, и понятия громад. Мы вводим представление о громадах как о договорных сообществах. Мы договариваемся о том, как мы будем... А непосредственно договорных не кто-то до меня когда-то договорился, и оно есть. А непосредственно договорных. И когда эта договоренность воспроизводится. А это означает, отвечая на ваш вопрос об активности, что активность, социальная активность в этом контексте, есть понимание того, где и зачем мы живем, понимание того, куда мы движемся, общее с другими. И третье — готовность совершать действия для этого продвижения. Вот это все три необходимых элемента представления об активности. Главное из которых — готовность совершать действия. И здесь мы возвращаемся еще раз к понятию республики, которые в нашей Конституции замещают понятие «государство» и «государственная власть». Республика как общее дело... Или как-то споправляли... Общая вещь. Общая вещь. Общая вещь. А вещь переводится как «эйдес», «эйдес» как смысл. Это... Общее дело, общая вещь, общий смысл. Это еще одна инновация. Мы как-то привыкли ведь Республика Украина. Не имея в виду за этим смысл нашей совместности. И вот это... То, о чем Сергей начинал говорить — эта Конституция является правовой реализацией общественного договора, который мы много лет продвигали. То есть мы договариваемся о смысле, принципах общежития и оформляем это в правовой терминологии. Да, но при этом в области правовой, в широком понимании этого слова, у нас акцент от верховенства закона переходит к верховенству договора. А это тоже кардинально меняет отношения и представления. Законы у нас вторичные. Не только от верховенства закона и верховенства права к верховенству договора. Подождите, слишком много. Давайте вернемся к вопросу сейчас политии, а потом верховенству вот этих... О политии и демократии. Можно коротко, очень понятными словами, что такое полития, чем она отличается от демократии, еще раз. Я помню, что мы уже говорили об этом, но есть зрители, которые не слышали предыдущего разговора. Тарас был автор в прошлый раз этого текста. Я думаю, что он сможет вспомнить и повторить его. Вам можно коротко, ясно и понятно сейчас объяснить. Очень коротко. На сегодняшний день существует редуцированная форма понимания организации общественного общежития. Там всегда говорят, или демократия, или тирания. Да. Если ты не демократ, значит ты за тиранию, за диктатуру и все такое. За аптритоизм и тогда. Да, или про анархистов вообще там только ругательное и не дай бог в приличном обществе. На самом деле классики, когда рассматривали систему организации общественного общежития, рассматривали аж шесть форм. Да, и Аристотель, который предложил самую хорошую, на мой взгляд, классификацию, от которой все пошли и слова, которые он все придумал, были заложены туда. Он сказал, что существуют два критерия оценки разделения. Качественные и количественные. Качественные критерии. Ради кого осуществляется власть или управление? В каких интересах? В интересах всеобщего блага или в любых других интересах? В основном лично-собственнических. Это первый критерий. Второй – количественный. Ну, то есть тоже просто вроде. Осуществляется одним человеком, осуществляется группой и осуществляется каждым. Получалась такая матрица. Два на три. Из того шесть форм организации. Причем те формы, которые работают на всеобщее благо, он назвал правильными. Те, которые не работают на всеобщее благо, он назвал извращенными. Вырождеными. В оригинале использовано греческое слово, которое в том числе и является синонимом сексуальных извращений. Поэтому это извращенные формы. Так вот, демократия относилась Аристотелем к извращенным формам. Точно так же, как и тирания. Точно так же, как и олигархия. Олигархия, да. Это три извращенные, одинаково извращенные формы. По-разному. Одинаково, но по-разному. Каждая по-своему. У каждого свои извращения. Правильными формами Аристотель называл монархию, когда один монарх думает о всеобщем благе. Он говорил, что это, конечно, хорошо, но редко. Вторая форма – это аристократия. Не в смысле родовой аристократии, а когда достойные, лучшие думают о благах всех. Благородные. Благородные. И третья форма – совершенно забытая и вычеркнутая из нашего словаря. Там целая детективная история, как его вычеркивали это слово, как оно подменялись. Римляне, ставив всю греческую терминологию, одно это слово перевели на латынь, да, и перевели это как республика. И это слово «полития» по-гречески звучит, которое происходит от слова «пола», то есть «много», «множество». Откуда пошло слово «полис», «множественный», откуда пошло слово «политика», как искусство согласования множества интересов, а никак не продвижение одного какого-то, это вот то, что у нас есть, это монотика. Монотика. Не политика, а монотика. Вот это, а на украинский язык «полития», «пола» может перевестись как «громада». «Громада» ц и ем нужна, некое множество. Почему она не демократична тогда, что я не понимаю? Потому что демократия… Сейчас, секунду, я просто скажу. Ну да, ну это же… Демократия, принятие решения большинством. Большинство. Правильно. Политика – согласование интересов всех, каждого. Как в современном обществе это можно сделать? Возможно. Договориться. Договор – это единственная форма. Договор. И принять то, что мы не все бежим в одном направлении. Вот для демократии нужна власть, которая бы гнала в одном направлении и только туда. Или вы доверяете кому-то представлять ваши интересы, или вы их представляете сами. А большинство выбирает власть только по подобию себя. И поэтому все воспроизводится. Платон написал замечательные слова. Когда победившая беднота… Причем слово «беднота» опять же таки в греческом использовано в смысле умственного ценза тоже. «Победившая беднота часть лишит гражданских, часть населения лишит гражданский прав, часть уничтожит, а часть вышлет за пределы полиса. Тогда наступает демократия». Это написал Платон задолго до нашей эры и задолго до всех событий, которые происходят сейчас. Которые проходили в Октябрьской Великой Революции. Ну, я уж не говорю про Октябрьскую Великую Революцию. То есть демократия априорно, власть редуцированная в интересах правящей верхушки, какая бы она ни была. Но она является извращенной, потому что прикрывается делегированным правом. Демократия напрямую связана с государством. Она требует государства. Что есть государство? «Государство и народы». Вот эти два понятия неразрывно связаны с демократией. Неразрывно связаны с демократией. Народ, отчужденный от власти, власть на себя берет государство и осуществляет функции демократии. Так вот, государство есть монопольная форма или монопольный способ предоставления инфраструктурных услуг. Это в современном понимании. Что это означает? Это означает, что масса услуг, которые нужны всем, жилищеобеспечения, транспорта, медицины, образования и так далее, берет на себя государство монопольным образом. То есть я и более никто. Современная ситуация очень радикально изменила этот процесс, поскольку оказалось, что корпорации частные лучше его выполняют. И постепенно-постепенно они вытесняли государство из этих функций. И сегодня дело дошло уже до смешного. Государство собирает налоги, а потом передает на непрозрачной, неконкурентной основе предоставление этих услуг тем, кто поближе к власти. Отдельным корпорациям. Да. То есть государство превратилось в посредника. Оно даже перестало быть монополистом в предоставлении услуг. Оно стало монополистом в перераспределении. И вот сейчас надо понимать государство как то, что использует власть для перераспределения ресурсов. Оно занимается больше ничем. Оно только перераспределяет ресурсы. Но при этом в нашем народе по поводу государства сложилась шизофрения. Почему это так случилось? Объясняю. Некоторые несколько лет назад я как директор аналитического центра заказал социологическое обследование. Широкое. По всей Украине 12 тысяч выборка и так далее. И там среди вопросов были вопросы об отношении к частному, государственному и так далее. В том числе все дружно, там чуть ли не 80% написали, что самое безобразное управление собственностью в государственных корпорациях и компаниях. Но на вопрос, нужно ли отдать управление негосударственным структурам, те же 80% ответили нет. Оставить государству. Потому что идол государства, строительство государства подавил вообще возможность размышлять об ином. Ну и здесь же происходит постоянная подмена, когда государство собой подменяет общее. У нас есть общее, и это записано даже в действующей конституции, общее земля, например. Или есть некоторые, или то, что называется государственные препятствия. Они не государственные. Они общие, принадлежащие согласно действующей конституции. Я прошу прощения за цитату народу Украины. Они государству. И вот тут есть одна очень неприятная вещь, которой следует проговорить. Почему государство было доведено до представления шизофрении, почему оно так зацепилось в Украине. Долгое время государство было фетишем национального освобождения, незалежности. Оно очень плохо выполняло свою роль, потому что, как показывают, и вызвали неизмагания в начале 20-го века. И потом, как бы, наше пребывание в составе СССР. Реальное сопротивление было орденской структуры ООН, УПА, Бандерац и прочее. Структур сетевых интеллигентского типа, это вот 60-е годы, вся эта филологичная Украина и так далее. Государство тут не работало вообще. И вот, посмотрите теперь. Мы снова вышли на ситуацию противостояния. И, увы, приходится признать, что в этой войне государство показалось абсолютно неспособным к сопротивлению врагу и захватчику. Абсолютно неспособным. Оно не имело армии, оно уничтожено. Мало того, когда общество громадо поднялось на защиту, оно маргинализировало добробаты и волонтеров, при этом продолжало торговлю подло, на крови. Мало того, когда, как бы, гражданское общество выходило и просто блокировало эту торговлю, они еще даже позволяли себе, как бы, такую возможность сопротивляться. То есть, государство в нынешних условиях не выполняет даже вот эту вот романтическую националистическую функцию, которую, как бы, обязано было выполнять, сохраняя эту независимость. То есть, оно не просто деградировало, оно себя фактически поставило вне гражданского закона, вне гражданского договора. И это очень неприятная вещь, которую нужно понять. Ну, Сереж, давай тут уточним. Мы много использовали термин государство, да, и я знаю, и это в нашей системе образования это регулярно поддерживается, что государство там существует тысячи лет и так далее, и так далее. Нет, на самом деле, государство – это одна из самых молодых форм организации общественного общежития, которая появилась там 365 лет назад. В Европе. В Европе после подписания Вестфальского соглашения. Что было до этого? Были империи. Города, феоды. Города. Племенные союзы. Племенные союзы и так далее, и так далее. Просто монархии. Просто монархии были, да. Были полюсы. Княжества. Подождите, ну что, монархия – это не государство? Нет, конечно. Нет. Почему? Ну, потому что… Ну, нет, это, ну, я хочу понять. Потому что монархия, как бы, если она организована по военному признаку, вассал-моа-вассал, иноми-вассал, и, как бы, я должен приводить людей, которые конные, людные, хлебные, потому что я служу. Это по военному признаку, для защиты. Монархии не предоставляли инфраструктурных услуг, как таковых. А, то есть вы исходите из того, что государство предоставляло инфраструктуры, нет, ну… Оно рождается, как представитель инфраструктурных услуг. И появилось в результате подписание Двисвальского соглашения, до этого не было, даже терминологически его не было, как такового. Оно появилось, почему Людовик Солнце говорил, государство – это я. Потому что и придумали для него. Его автограф стоял под Висвальским соглашением, от которого говорил, что появляется такая штука, как государство. Я придумал, я этим и являюсь. Все. Не потому, что ему замечательно было в положении монарха, и все было хорошо. Но в результате 30-летней войны и так далее, и целого ряда политических событий, что происходили в Европе, был достигнут такой сговор с юзеренов. И обратите внимание, что государство разрушается, и та позиция, которую мы заявляем, ни в каком виде не является анархизмом в его изначальном понимании. Мы предлагаем более сложную форму. Во-первых, анархизм – не ругательное слово. Не ругательное. Начнем с его. Но в изначальном понимании нет. Во-вторых, к этому надо специально обращаться и смотреть на те идеи анархистов, которые Бакунина, всех остальных. Кропоткина и Прудона. И Баккина. В первую очередь Прудона, который первой идею совладения описал и очень точно пометил. Вот здесь, извините, я вот тут оховорочку, что Прудон не был первым. Первым был Томас Пейн. Мы его знаем, потому что у них с Марксом вышли концерты. Томас Пейн – один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Проработал концепцию совладения. И связанное с этим, то, что мы называем в нашей институции республиканской долей, или то, что принято сейчас переводить как безусловный доход. Это была концепция от республиканца. Смотри, Тарас, почему Юра на этом наставит? Потому что это два разных концептуальных куста, ветки, я не знаю. Марс – об обществлении за счет государства, и Прудон – об обществлении за счет аромата. Это две разные традиции. Это было положено в основании целой идеологической ветки, которая была задушена, дискредитирована полностью, на которую сейчас надо обращать внимание. Но я хотел здесь еще одно сказать. Сережа вскользь упомянул вопрос земли и природы. Институция вводит другие, иные. Другие у нас в нашей компании слова запрещенные. Иные представления об отношении к природе и земле. Я думаю, что это… И это, по всей видимости, если мы договоримся, будет содержанием следующей передачи. Мы специально посвятим, поскольку тот ужас, который на наших глазах разворачивается в отношении земли и природы в нашем сегодняшнем управлении, надо специально обсуждать и показывать, что это не является единственным и безусловным выходом из сложившейся ситуации, как нам это сегодня представляют средства массовой информации. Я понимаю, что это следующая программа. Я все-таки еще хочу вернуться на экономисты, которые пишут историю экономическую. Они те признаки, которые выделили сегодня, относят в прошлое, и поэтому государства появлялись далеко. Но вот если взять средние века, то там Карл Великий строил, даже не империю, хотя она потом называлась, Карл Великий строил Небесный Иерусалим. Это прописано, сказано. Ярослав Мудрый строил Небесный Иерусалим в Киеве. Это смысл, смысл. Под это было подложено псевдо Дионисия Марипагитом иерархия небесная и повторение небесной иерархии на земле. Феодальная иерархия это было повторение земли, это никакие не экономические вещи. Не говоря о том, что китайские императоры тысячелетиям строили под небесную империю. И были сыны неба. Это смысловое понятие общности людей, а не экономическое. Не было там государств. Ага. Хорошо. И последний вопрос. Если не государство, то что ваше? Республика. Республика. Как смысл? Республика – это не государство. Как договор громад. Нет. На этом мы, наверное, заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Потому что говорить-то мы можем еще долго, интересно, на самом деле. А вы, если вам интересно, присоединяйтесь к нашей дискуссии, присылайте нам свои вопросы, какие-то комментарии пишите под видео. А, ну, следующая программа уже была. И, конечно, это была программа «Институция» и «Укралайф ТВ». Отвратите внимание на «Институция» и «Блибоэк ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова